зависимости от преобладания тех или иных признаков старения мы выделяем с вами морфотипы и эта классификация является основой для назначения косметических процедур и выбора ухаживающей косметики начнем самого простого в моей практике это мелкоморщинистый причиной служит разрушение коллагенового каркаса дегидратация то есть обезвоживание кожи а также нехватка комплекса веществ отвечающих за удержание влаги самый известный из которых это гиалуроновая кислота здесь характерны так называемые радиальные линии внешнего угла глаза также морщинистость верхнего и нижнего века и часто мелкий кисет в области над верхней губой а также в области подбородка если говорить о самом проблемном типе старения в общем понимании это конечно деформационный это изменение конфигурации лица и шеи деформация тканей вследствие повреждения эластиновых волокон в данном случае будет наблюдаться избыток кожи в области верхнего и нижнего века конечно нарушение очерченности овала лица появление так называемых брылей второго подбородка и так для деформационного морфотипа крайне характерна слабость мышечного каркаса и конечно гравитационный птоз почему я сказала что этот тип старения наиболее сложный по причине того что морщинки разгладить намного проще чем вернуть тонус мышцам и поднять лицо но не переживайте это поправимо и я далее решение вам подскажу переходим к мускульному морфотипу он чаще всего встречается у жителей средней азии и монголии но бывает и у европеоидов признаки его таковы в отличие от деформационного мышцы лица значительно развитые но к сожалению незначительно развита подкожно-жировая клетчатка характерные симптомы складчатость верхнего и нижнего века здесь речь скорее не о морщинистости а нарушение идеальной линии внешнего угла достаточно зрелом возрасте еще и появляются носогубные складки и нарушения сглаженности овала ну и усталый морфотип понижение упругости мягких тканей лица и шеи характерными признаками мы можем считать отечность выраженность носогубной складки опущение уголков рта ну и самое характерное это утром лицо выглядит достаточно молодо свежо если конечно вы выспались но к вечеру так или иначе приобретает усталое понурое выражение и дело тут в первую очередь нарушение микроциркуляции конечно бывают смешанные типы когда на лице признаки и усталого например и деформационного и так далее перед тем как я перейду к методам решения всех этих проблем я хочу вам сказать на самом деле это не проблемы это задачи которые требуют от нас некоторых усилий ну и давайте к решениям вы уже наверняка знакомы с испанским брендом ля кабин о котором я вам рассказывала ранее напомню что ля кабин это уходовая косметика для зрелой кожи их знаменитые сыворотки в ампулах очень не полюбились и конечно же линейка кремов которые отлично дополняют эффект от этих сывороток есть также антивозрастные линейки а применять можно уже начиная с 30 лет главное преимущество это эффект салона красоты в домашних условиях без инъекций в чем преимущество формата ампул они позволяют сохранять стерильное средство и дают заметный результат в моменте активные вещества не вступают в реакцию с кислородом как это бывает у других форматов сывороток и не теряют свои свойства сегодня с удовольствием показываю и рассказываю вам про концентрированную сыворотку в ампулах стимулятор коллагена ля кабин коллаген буст ампулс почему же с удовольствием потому что она содержит самый правильный набор компонентов чистый коллаген и пептиды стимулирующие его выработку только такое комбо эффективно разглаживает морщины улучшает кожу в составе биомиметический пептид с двойным действием также тетропептид оказывающий воздействие на 9 видов коллагена а также удерживатель влаги и очень полезный для нас сквален легчайшая текстура сыворотки подходит для всех типов кожи и для летнего ухода в том числе еще я рекомендую включить ваш повседневный уход витаминную сыворотку можно чередовать с коллагеновой или смешивать их это будет настоящий омолаживающий коктейль называется она ля кабин мульти витамин с ампулс имеет составе 11 различных витаминов витамины группы а b c e f и другие они воздействуют на кожный барьер поддерживая его естественный баланс как правильно наносить сыворотку утром и или вечером на предварительно очищенное лицо шею область декольте слегка массируя кончиками пальцев до полного впитывания затем обязательно наносим дневной крем до благоприятное воздействие усиливается и пролонгируется за счет ежедневного использования комбинации сыворотки плюс крем обратите внимание на крем стимулятор коллагена для упругости и молодости кожи коллаген boost cream он повышает эффективность активных ингредиентов сыворотки для лица кроме того крем дольше сохраняет увлажнение кожи усиливает ее барьерную функцию содержит чистый коллаген и конечно пептиды то есть борется со старением разглаживает и подтягивает кожу надежная тяжеленькая баночка защитная мембрана текстура легкая отличное увлажнение не утяжеляет и приятно охлаждает отдушка деликатная а еще крем содержит также так называемую жемчужную пудру с эффектом мягкого фокуса эти компоненты нейтрального цвета с персиковым подтоном мотируют уменьшают блеск кожи они также работают на заполнение морщин и рассеивают свет создавая естественное впечатление гладкой ровной кожи все ссылочки вы найдете по традиции в описании мелкоморщинистый здесь все зависит от глубины морщины не перешли ли они в заломы я к тому что морщинки захватывают только поверхностный слой а вот заломы уже более глубокий так что лет начиная с 37-45 как правило в этом возрасте достаточно отрегулировать уход и не допускать иссушения не на одном этапе уходовой рутины а вот если вы старше нужны будут еще дополнительные действия хотя правильный подбор ухода даст улучшение в том и в другом случае рекомендую вам выбирать сыворотки с гидролизованным коллагеном и пептидами либо с низкомолекулярной кислотой но хорошо если она представлена еще и в разных молекулярных формах и опять плюс пептиды например косты баха с муцином улитки очень приятная делает кожу гладкой не утяжеляет нормально и сухая кожа для тех кому бюджет позволяет самое на мой взгляд мощная для сухой кожи вот эта малышка от илдонг для комби идеально вот это от меди тайм у нее комплексный состав и витамин c и цинтелла и пептиды жирная кожа еще более легкая по текстуре и без липкости это от мэри энд мэй почему я делаю акцент именно на таких сыворотках они содержат максимальной концентрации полезных компонентов и в случае заломов очень рекомендую подключать лет маску или токи в щадящем режиме маска нужна мощная я вот эту как следует протестировал убедилась в ее эффективности я заказывал ее на алиэкспресс она классная качественная пластичная гнется не оставляет синяков кто пользовался лет масками тот об этой проблеме знает жесткая конструкция давит на лоб и на переносицу и после снятия мы видим вмятины иногда даже синячки здесь такие побочные явления исключены она мягкой принимает форму лица количество светодиодов большое и это важно также мощность высокая я добавлю значит лет маска должна быть с мощным воздействием а микротоки очень щадящие не шокирующие легкое покалывание этого вам будет достаточно я хочу еще раз вам сказать увлажнять увлажняйте еще раз увлажнять ни одно средство вашей ухаживающей рутины не должно пересушивать меняйте если вдруг это происходит безжалостно делитесь с родственниками с подружками а для себя приобретайте что-то с наибольшей степенью увлажнения деформационный тип обязательно либо массаж у косметолога курсом либо хорошие микротоки и пожалуйста не пытайтесь бороться с носогубной складкой при помощи инъекций это очень временное решение нити иногда дают хороший эффект но имейте ввиду с ними вы ни одним гаджетом пользоваться не сможете они везде идут противопоказанием к тому же часто бывают побочный эффект с брылями также разбираются микротоки и еще тейпируйтесь жидкость не будет скапливаться микроциркуляция усилится в итоге овал подтянется можете также попробовать маску бандаж она разогревающая она просто растапливает все лишнее под кожей печет адски но результат хороший я вас умоляю не делайте пожалуйста массаж самостоятельно оттягивая или щипая кожу особенно в области век это прям запрещенный прием взамен я рекомендую применять микротоки по хорошей сыворотки с хорошей мощностью причем работаете так что не только получаете токовое воздействие но и делая массаж телеграм я покажу как это делать и выложу шорт возможно здесь и следите чтобы в процессе работы кожа была влажная скользкая не растягивайте ее так вы только усугубите проблему и конечно пептидный уход токи у нас с вами сформировался список правильный когда тот самый ток не шокирующий но при этом достаточный чтобы был настоящий эффект и этот список постепенно расширяется кроме фарео у нас есть марутака также не ватон он кстати наиболее близок профессиональному салонному аппарату и вы можете регулировать мощность именно такой массаж токами это самый эффективный способ бороться с проблемами а лишние объемы в нижней части лица убираем тейпами ссылки на видео которые могут вам быть полезными для решения этих проблем где бы я показывала практическую часть тейпирования или применение микротоковых аппаратов я оставлю в описании ну и переходим к мускульному типу лично для меня я имею ввиду в моей работе с вами он самый сложный когда я вижу худое лицо и волевое выражение на нем я понимаю что даже самый мощный уход хоть пептиды хоть ретинол не дают должного эффекта и проблема здесь вот в чем активная мимика и спазмы мышц причем у всех на разных участках лица если у остальных морфотипах мы чаще видим напряжение в зоне межбровки то мускульный тип чаще всего это вокруг рта напряжение прям сильная над губой или даже на подбородке бывает в области век такой знаете характерный прищур когда уже в молодом возрасте имею ввиду до 40 лет мы видим не просто гусиные лапки а серьезные бороздки морщин и всегда в первую очередь на подборах я вам даю рекомендацию расслабляйте мышцы лица и вашем случае в крайней степени важно контролировать мимику так как она у вас очень динамичная активная из-за чего первые признаки старения могут появиться как я уже сказала достаточно рано необходимо стараться не перенапрягать мышцы регулярно проводить релаксацию это будет способствовать расслаблению самомассаж только без растягивания кожи и никакого фейс фитнеса иначе с вашим упорством вы можете заработать себе асимметрию а вот легкие и м с вам показан это стимуляция работы мышц благо почти все гаджеты имеют в арсенале эту функцию почему я говорю легкий если сокращать мышцы слишком сильно то это имеет обратный эффект не расслабления а наоборот гипертонус в процессе проведения этой процедуры вам должно быть комфортно ну и конечно уход по типу кожи и соответствии с возрастом заполнять проблемные участки изнутри не советую только утяжелите кожу а вот ботокс вашем случае можно либо расслабляйте мышцы самостоятельно также вам очень помогут разогревающие маски это прекрасный расслабляющий инструмент у елизавета есть такая с витамином c если у вас кожа не очень чувствительная либо просто делайте теплые компрессы можете тканевую маску разогреть микроволновки слегка конечно вытащив ее из упаковки ну и усталый тип ну что сказать образ жизни нужно высыпаться нужно отдыхать больше прогулок на свежем воздухе пустырник если нервы не дают вам спать и обязательно микротоки работают вашем случае просто феноменально результат после первого применения и вам нужен не столько и мс хотя в легкой степени он не помешает вам нужна хорошая сыворотка и хороший ток это главный инструмент и еще если в случае мускульного типа нам нужно расслаблять мышцы в том числе при помощи разогревающих масочек то в вашем случае наоборот нужен холодок так что вам показаны тканевые маски с ментолом или мятой или хранить их в холодильнике либо по обычной маске массаж криосферами либо у радиски есть аппарат наноскин с функцией охлаждения и пожалуйста контролируйте лицо в том плане что вам крайне важно держать рот как говорится на замке при вашем типе он часто расслаблен или даже открыт контролируйте это держите лицо в тонусе ну и в конце я дам общие рекомендации которые подходят абсолютно всем так как у нас причиной старения лица являются гормональные проблемы угасание женской функции нехватка витаминов потеря или набор веса сокращение выработки коллагена а также фотостарение решения вытекают сами собой гормонами нужно заниматься но это уже с врачом витамины обязательно принимать берите качественные комплексные не экономьте занимайтесь спортом не налегайте на выпечку обязательно пейте коллаген и защищайте кожу из пф кремом ну и остается еще один антивозрастной инструмент и он является самым мощным это ретинол его активную форму мы начнем принимать начиная с октября я уже подбираю для вас недорогие но эффективные средства а вот что может служить его альтернативой в летний период вы узнаете из моего следующего видео ну что надеюсь было полезно и не переживайте дорогу осилит идущие все решаемо вопросы пишите в комментариях также какие темы вам интересны желаю вам всем успехов достижения красоты лица я вас всех люблю всех однозначно целую и до скорых новых встреч